Здравствуйте, уважаемые абитриенты! Данный курс предназначен для того, чтобы дать вам понимание по многим вопросам, касающимся олимпиадных работ, а также дать небольшие рекомендации по выполнению и направить вас в нужное русло. Меня зовут Екатерина, я буду проводником по данному курсу. На курсе мы разберем рекомендации по выполнению работ и самораспространенные ошибки по выполнению рисунка, живописи и композиции. Также научимся определять тип композиции и разберем, конечно же, самые основные вопросы, касающиеся оформления работ. В конце каждого занятия вы будете получать задания, которые вы будете выполнять дома. И по результатам курса у вас будет уже готовое портфолио или основа для создания портфолио, а также у вас будет более четкое понимание по формированию и требованиям к портфолио как к олимпиаде, так и при поступлении. Начнем мы с вами с разбора работ по академическому рисунку, а именно с постановок из бытовых предметов, натюрморт. Перед вами работа участников Олимпиады 2020 года, набравшая от 85 до 100 баллов. На что сразу стоит обратить внимание? Это компоновка, расположение композиции в заданном формате. Это основа натюрморта, да и в целом, будь то рисунок, живопись или композиция, мы всегда начинаем с компоновки в заданном формате. Многие делают на этом этапе ошибки и не берут во внимание данный критерий, но, поверьте, это один из основных моментов, который в случае неправильного выполнения повелечет за собой множество ошибок. Поэтому это первое, с чего мы начинаем, повторюсь. Вы мысленно можете представить натюрморт в формате, в прямоугольнике, мысленно загнать его в какие-то рамки, это поможет вам при выполнении. И после этого вы уже сможете сделать небольшой набросок, чтобы вам было проще ориентироваться. Не бойтесь также отрезать пару лишних сантиметров от стандартного формата листа, так как очень часто бывает, что весь натюрморт может поместиться в меньший размер. Поэтому в этом нет ничего криминального, вы можете убрать пару сантиметров, если это действительно необходимо, и вы видите в этом смысл. Итак, теперь давайте рассмотрим каждую работу по отдельности. Первая работа у нас представлена с розеткой и цветами в вазе. Неплохая работа, одна из лучших работ, можно сказать, на Олимпиаде за 2020 год, именно в таком формате с розеткой и живыми цветами в вазе. Разберем сначала положительные моменты работы. Работа выдержана в одной тоновой гамме, здесь нет каких-то сильных акцентов, тоновых различий, но при этом мы видим светлое и темное пятно композиции. Также здесь присутствует материальность. Автор передал материальность предметов. Это мы можем увидеть по бликам, допустим, на самоваре, по мягким складкам на драпировках. Все это показывает нам материальность предметов. Конечно же, если сразу говорить о минусах, то можно обратить внимание, что блики на самоваре разрознены, и они дают некий дисбаланс, что можно было бы сделать более скомпонованно, и это было бы более удачно. Опять же говоря, о минусах данной работы можно обратить внимание на плохо проработанную перспективу розетки. Можно было бы обозначить все это теневые акценты более ярко, на драпировках сделать более глубокие складки и более глубокие тени, и также проработать всю композицию в целом на более контрастных тонах, чтобы работа смотрелась эффектнее. Вторая работа у нас представлена уже более крепкая по тоновому решению. Здесь видно твердую руку автора. Также натюрморт уже представлен более сложный, потому что очень много мелких деталей, но при этом мы смотрим на композицию. У нас все предметы располагаются по центру, они бегают по всему столу. То есть мы видим и прослеживаем динамику в данной работе. Мы видим сейчас на экране, каким образом у нас располагаются мелкие предметы натюрморта относительно крупных объектов, и также обращаем внимание по соотношению количества предметов. Мы видим, что их достаточно много, но они хорошо скомпонованы, хорошо изображены. Также на данной работе мы видим передачу материальности. Автор поработал над этим, удалось передать фактурность предметов, особенно фактурность предметов переднего плана. Здесь даже удачно играет роль драпировки. Она не особо проработана, но это играет даже в плюс, так как очень активный натюрморт, очень много бытовых предметов присутствует, и дополнительные лишние складки на драпировках, они бы только принесли разрозненность натюрморта, а нам нужна целостность натюрморта, мы не забываем об этом. У нас должны быть целостные композиции. Также из недостатков данной работы можно подчеркнуть отсутствие переднего плана, что также очень важно. Мы не забываем в работе показывать передний план, чтобы была композиция более сформированная, чтобы мы видели, что предметы не летают в воздухе. Мы это показываем на работе, и, как правило, эти вопросы решаются передним планом.